Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в первую очередь я хочу попросить вас прощения за свой голос. Я продолжаю болеть, голос покидает меня, поэтому в процессе видео скорее всего он будет меняться и звучит это наверное не очень приятно. Но друзья мои, я хочу поделиться с вами той информацией, которая поможет вам собрать ваши награды за просмотр трансляции и попытаюсь быть для вас полезным. Если я буду для вас полезен, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки данному видео и пишите свои комментарии. Итак, как многие из вас знают, на финишную прямую вышел Blitzmaster Spring. Что это обозначает? Это обозначает, что будут проходить трансляции прямые, в которых ребятам будут круто играть, круто сражаться. Это возможность посмотреть на довольно красивые бои в исполнении шикарных игроков, которые действительно умеют качественно использовать танки в игре. Ну и там есть что для себя подчеркнуть, либо просто интересно и весело провести время. Если вас интересуют исключительно награды, то тогда вам тоже есть чем поживиться. За просмотр данных трансляций вы будете получать контейнеры болельщиков. 8 контейнеров за просмотр трансляций 18 и 19, то есть 16 контов здесь. И плюс еще 6 контейнеров за просмотр гранд финала, который состоится 20 мая. В данном видео я попытаюсь подсказать вам и рассказать вам, какие могут быть проблемы с просмотром трансляции, что может помешать вам получить ваши призы. Как это сделать так, чтобы вы гарантированно получили свои контейнеры и с высокой долей вероятности забрали оттуда премиумные машины. Я один из тех, кто на одном из своих аккаунтов смог забрать машину, чему был очень рад. Вообще, что меня радует, что в данных контейнерах, ребят, можно получать не только саму машину с вероятностью 2%, что, кстати, уже неплохо, а еще и части сертификата на премиумную технику. И если вы смотрите трансляции постоянно, то не исключено, что на те машины, которые будут в этих контейнерах, части сертификатов у вас уже есть. Это поможет вам все-таки забрать машину, если не с вероятностью 2%, то просто собрав ее в виде частей сертификата. Что необходимо в первую очередь понимать? Необходимо понимать, в котором часу лично для вас начнется трансляция. Все зависит от того, в каком городе вы находитесь, в какой стране вы находитесь. И да, ребят, есть страны, в которых есть разные часовые пояса. Поэтому, находясь в одной и той же стране, но в разных городах, время может отличаться. Что такое время анцест и как понять вообще, в котором часу у вас лично в вашем городе начинается трансляция. Я под данное видео обязательно добавлю ссылочку на вот этот вот сайтик. На этом сайте вы абсолютно легко и просто сможете посмотреть свое время, в котором часу у вас будет трансляция. Для этого вам необходимо нажать, точнее не нажать, а навести на конвертер времени. Нажать на узнать разницу во времени, записать сюда свой город. Ну и, соответственно, здесь английскими буквами написать CEST. После того, как вы напишите CEST, оно предлагает вам правильный вариант. Это Central European Summer Time. Раньше был CET, теперь CEST, потому что Европа перешла на летнее время. Нажимаете и видите, что в случае, допустим, если вы находитесь в Киеве, то разница во времени 1 час с CEST. И вы можете опуститься ниже и посмотреть, что 8 часов вечера, 20.00 по CEST, это 9 часов вечера по Киеву. Если вы находитесь в каком-то другом городе, а пользуетесь, допустим, VPN клиентом, который не позволяет сайту подхватить правильную информацию о месте вашего нахождения, вы нажимаете узнать разницу во времени. Сюда, в левую сторону, вписываете. Ну, допустим, вы находитесь в городе Баку. Написали город Баку. Простите, надо перейти на русский. Вписываете сюда город Баку. Выбираете его. И здесь опять, переходя на английский язык, вписываете CEST. Выбираете CEST и смотрите, что если вы находитесь в Баку, то разница во времени уже 2 часа. Опускаетесь ниже. И для того, чтобы убедиться, смотрите. В 20.00 по CEST, значит, в Баку вы можете начинать смотреть трансляцию в 22.00. Это первое, что необходимо понимать. И ссылочка на данный сайт будет обязательно в описании к данному видео. Я очень надеюсь на то, что вы теперь сможете точно знать, когда лично для вас будет начинаться трансляция. Теперь, друзья, мой второй нюанс. Второй нюанс заключается в том, что вам необходимо смотреть трансляцию ни в коем случае не через YouTube-каналы, там, где стримеры будут стримить данную трансляцию. Если вы будете смотреть через YouTube-канал любого стримера, даже того же самого Ice Shot'а, вы не получите свои награды. Вы сможете получить их только, если вы будете смотреть с официальной страницы компании, с официального сайта игры. Как это сделать? Сейчас, заблаговременно, несмотря на то, что еще целый день есть до начала трансляции, зайдите, зарегайтесь, ну и, соответственно, убедитесь в том, что у вас все нормально, все окей, все работает, и вы можете зайти, залогиниться. Нажмите на Ice Shot в данном случае, в дальнейшем будут высвечиваться все новые и новые ребята, которые будут комментировать трансляции. Нажимаете в данном случае на Ice Shot'а и попадаете, ребят, на страницу Wargaming'а. На странице Wargaming'а вам необходимо залогиниться. Как это сделать? Для того, чтобы залогиниться, вам необходимо нажать либо вот здесь вот, либо вот здесь, я рекомендую вот здесь нажимать Login. Когда вы нажимаете на Login, вам необходимо выбрать сервер, на котором находится ваш игровой аккаунт, на который вы хотите, чтобы вам начислили контейнеры. В моем случае это Европа. Выбираете Европа, и когда вы выбрали Европу, вас перебрасывает на страничку аутентификации. Вводите сюда свой имейл, вводите сюда пароль. В моем случае это от моего твинка сохранено. Нажимаете Войти. Немножечко подумает сайтик, и буквально через пару секунд будет вся та же самая страница. Только обратите внимание, в правом верхнем углу у вас должно быть написано, прописано точнее ваш никнейм в игре. И так вы можете убедиться, что именно на этот игровой аккаунт будет начисляться вам награда в виде контейнеров. Сразу появляется здесь иконка, сколько времени вы просмотрели, ну и соответственно, сколько вы получили уже контейнеров. Плюс один за каждые 15 минут. Обратите внимание, что на то, чтобы нормально залогиниться, зарегистрироваться и начать смотреть трансляцию, у вас есть всего лишь 10 минут с момента ее начала. Если вы не сделали этого заблаговременно. Разработчики дают именно 10 минут с 9 вечера по 11, не 11 ровно, а 11.10. То есть вам необходимо для того, чтобы забрать все контейнеры, просмотреть 2 часа трансляции, ну а в идеале 2 часа 10 минут. Ну то есть в пределах 2 часов 10 минут вам необходимо так или иначе 2 часа отсмотреть. Вы можете начать смотреть трансляцию с опозданием в 3 минуты, то есть в 9.03 и закончить ее смотреть с опозданием тоже там с каким-то в 3 минуты. Допустим, в 23.02 вы можете выключать трансляцию, но уже успеть собрать. Но в любом случае не менее 2 часов, если хотите забрать все 8 контейнеров. А так за каждые 15 минут по конту вы однозначно будете получать. Как убедиться в том, что вы начали смотреть трансляцию с начислением вам вот этих контейнеров? Рядом со временем трансляцией, как она началась для вас, там будет идти отсчет времени, сколько вы уже просто смотрите трансляцию. Ниже будут синие цифры, которые будут показывать вам, сколько времени уже идет трансляция. Ну и для вас зачисляемая вам в контейнеры. И здесь будет заполняться шкала, тоже по-моему синим цветом, если не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, раньше было именно так. Какие есть еще советы? Первое, обязательно посмотрите в настройках своих устройств. В данном случае у меня с компьютера, с ноутбука, у вас может быть с телефона, либо с планшета. Сколько времени устройство будет находиться в бодрствующем состоянии и через какое время уходит в спящий режим. Дело в том, что на многих устройствах есть такой прикол, как уходить в спящий режим, допустим, через 30 минут без действия. Особенно это касается телефонов. И вот на таких устройствах, ребят, необходимо... Да что ж такое? Необходимо посмотреть в настройках, в данном случае в компьютере в свойствах. Заходите в свойства, находите здесь соответствующий раздел, который говорит вам о энергосбережении. И в нем уже вносите изменения в отношении того, чтобы устройство не уходило в спящий режим и не отключалось. Если оно уйдет в спящий режим, то, соответственно, ребят, вы не будете получать награды за трансляции. Трансляция для вас прекратится в отношении начисления призов. Что еще необходимо понимать? Если вы запустили себе трансляцию, то перейдя на соседнюю страницу, допустим, я пользуюсь хромом, перейдя на соседнюю страницу, вот так вот, трансляция сразу для вас остановится. И там перестанет начисляться время, за которое вам будут давать ваши контейнеры. Как можно пользоваться интернетом, не закрывая трансляцию, не теряя время просмотра трансляции? Вам необходимо сделать следующее. Двойным кликом по шапке окна делаете, окошко становится меньше. После того, как оно стало у вас меньше, вы берете соответствующую вкладку, зажимаете левой кнопкой мыши и просто вытягиваете ее рядом с окном. Когда это будут два раздельных окна, вы можете одно из них преобразовать в размеры, которые вас интересуют, так чтобы они, допустим, вам не особо мешали, но трансляция была. При этом вы это окошко можете сделать больше. Я, по крайней мере, себе так и делаю. И вот я продолжаю пользоваться интернетом, при том, всем, что здесь, в соседнем окне, будет происходить трансляция с зачислением времени. Ну и, соответственно, я могу, в принципе, и трансляцию послушать, посмотреть периодически, кидая взгляд куда-нибудь в сторону от основной страницы, которой пользуюсь. Ну и, в конце концов, я могу контролировать время начисления и видеть, что начисление действительно происходит. Я не знаю, был ли я вам полезен, напишите об этом в комментариях, но очень сильно надеюсь на то, что вы сможете забрать все свои контейнеры и получить оттуда халявные премиумные машины. Всем приятного просмотра трансляции, всем обязательно достать все самое ценное из кантов, что только можно. Ну и обязательно похвалиться своими результатами под моими видео в виде своих комментариев. Приглашаю всех к себе на канал, подписывайтесь, друзья мои, и пользуйтесь возможностью смотреть крайне, крайне от души снятое видео специально для вас. Ну а на данный момент все, всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok